Добрый вечер всем, пожалуйста, поставьте плюсы, как меня видно, как меня слышно, чтобы было ясно все для меня, что я с вами мог разговаривать. Я во время вебинара чат отключу, чтобы меня это прежде всего не сбивало, чтобы я мог спокойно тоже говорить, я подожду пока все подключатся в любом случае, потому что сегодня очень важный вебинар, я хочу очень много информации донести, этот вебинар, он начнет определенную серию вебинаров, я хочу, чтобы постоянно я тоже выходил на связь, я сейчас все буду объяснять дальше, я вижу, что все меня хорошо слышат и хорошо меня видят, поэтому я сейчас отключу его, чтобы мне было удобнее говорить, отлично. Хорошо, друзья, тогда очень рад вас видеть, очень рад, что я мог выйти на связь, сегодня очень важно было дождаться всего понедельника, потому что с самого утра уже много людей мне писали, и прежде всего я хотел бы, чтобы вы видели и знали следующую информацию, да, есть определенные вопросы, которые открыты, определенные сложности, которые сегодня существуют, и это требовало от меня тоже принять необходимое количество решений, которые, ситуация, которая возникшая, конечно, не только влияет, прежде всего от меня, от определенных внешних факторов, ну и тоже внутренних. Сегодня я хотел бы поговорить, во-первых, о ситуации, которая есть, во-вторых, сказать определенные вещи, решения, которые сегодня существуют в компании, которые делаются, в-третьих, анонсировать очень важный вебинар, который будет в пятницу, где вы услышите очень важную информацию касательно ваших денег, дальше скажу, как, кто, зачем, и почему, и так, и как это все будет выглядеть. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что много слухов есть в компании, то, что я знаю, во-первых, хочу сказать, что я здесь сижу перед вами, я никуда не убегаю, никуда не бежу, я нахожусь в Риге, как вы все знаете, работаю за тем, чтобы этим все время стабилизировалась работа компаний, потому что многое имеет разных вопросов и преддогадок. Но прежде всего хочу сказать я абсолютно, что я не являюсь вором, мошенником, чтобы прятаться от кого-то, бежать, потому что, будучи таким, если бы я имел какие-то злые намерения для того делать что-либо плохое, во-первых, я бы не показывал себя, или не показывал свое лицо, потому что так поступают такие люди, я бы никогда в жизни не стал бы под удар свою семью, свою супругу в том положении, в котором мы находимся, я бы никогда в жизни тоже не показывал бы, не знакомил вас со своими родителями, ну и само собой бы, если бы я имел бы какие-то намерения и в этой ситуации, что некоторые имеют какие-то там догадки, я бы наверняка тоже бы сейчас был бы не в Риге, не занимался всеми этими делами, и я как CEO, как руководитель, как лидер, который звал вас всех, постоянно занимаюсь тем, для того, чтобы компания развивалась и будет развиваться в любом случае, так или иначе, потому что другого варианта просто я себе не представляю, потому что прежде всего это приоритет, это качество жизни, качество работы компании, качество отношений компании к партнерам, о чем я всегда о этих ценностях всегда говорил, это первая вещь. Вторая вещь, хочу сказать, объяснить только маленькую часть, почему сложилась вся эта ситуация, которая есть сегодня. То есть, как вы знаете, с первого числа нам заблокировали счета по приему и все счета там, где находились деньги компании. Откуда это взялось, собственно, могу уже начинать говорить, потому что, опять же повторяю, что тоже были угрозы мою сторону и так дальше, я беспокоился прежде всего о компании, чтобы она развивалась, и, собственно, всеми силами были брошены силы для того, чтобы были решены все эти проблемы, чтобы стабилизировать полностью всю ситуацию в компании. И были подключены группа юриста, потому что так или иначе, компания прошла реструктуризацию в январе, которую вы знаете, и были приняты дальше, в феврале тоже новые люди, в марте сейчас тоже полностью все меняется для того, чтобы компания имела в себе профессионала. В меру того, чтобы я, занимаясь другими вещами, мог понимать, что тыл полностью закрыт. Ну и, собственно, в этой ситуации, как это все началось, что меня обвинили в том, что я и компания World Network спонсируют терроризм и государственные перевороты. Я думаю, что все вы эти видеоролики видели, что это абсолютно неправда, такого никогда не было и никогда не будет и не есть, что не самое важное. Но при этом всем потом была целая просто гиператака в сторону компании, статьями, претензиями, думаю, тоже и внутри. Были определенные, скажем, моменты, сейчас я еще разбираюсь в этом всем. Но это не столь важно, а прежде всего от организации, как профита, которая требовала от нас, шантажируя и так дальше. Я готов потом тоже показать и переписки. Дело сейчас не в этом всем или записи разговоров. Просто хочу, чтобы знали прежде всего предысторию и потом это все пошло на организацию, которая в принципе, я считаю, является, мало говоря, мошеннической организацией, которая просто-напросто понимая, что в этой ситуации может сыграть против нас, я думаю, что она возможна тоже заодно с теми, которые нам же и писали эти всякие шантажи. Не просто заблокировали наши деньги, а просто начали списывать сумасшедшие штрафы. Непонятно ни зачем. Прежде всего, вторая вещь, что они просто-напросто начали забирать деньги с карт, которые ваших же карт, то, что вам писалось, то, что у меня сегодня многие спрашивали, куда эти деньги пошли с карт. Пошли же, как они объяснили, на компанию отправителя. То есть, в конце концов, они их списывали и эти все вещи тоже абсолютно будут документы предоставляться. Но при этом всем нашелся выход, как выйти из этой ситуации, чтобы компания имела дальше свое развитие и прежде всего, чтобы партнеры вернули свои средства. То есть, ситуация, таким образом, достаточно сложная, поэтому нужно было принимать определенные действия, достаточно твердые, сложные тоже для меня. Но при этом я сделал очередной шаг вперед, иская возможности. Поэтому я был в Китае, то что вы знаете, больше недели я там работал, чтобы искать большого инвестора на определенную какую-то разработку, об этом мы сегодня дальше будем говорить с вами. Либо же просто продавать компанию, какой-то пакет акций. Потому что на самом деле сама бизнес-модель, сама идея, которая есть с Феверти, она просто достаточно интересна. И рынок достаточно свободен и очень денежный. Но для этого нужны определенные финансы, средства и развитие в любом случае. Вот. И уже после моего прилета, скажем сюда, ситуация просто окончательно накалилась. Потому что абсолютно все средства были полностью аккумулированы на этих счетах. К сожалению, это предоставило еще больше, скажем, сложностей и требований и негатива тоже партнеру. И, конечно же, подозрения, собственно, мою сторону. Сторону компании прежде всего. Поэтому было принято следующее решение. Сейчас, на данный момент времени, подключилась аудиторская, тоже внешняя компания, которая будет сейчас делать все для того, чтобы сделать определенную стабилизацию среди партнеров. То есть, все вы, скажем, огромнейшая, огромнейшая часть партнера, в принципе, все, большинство, покупало кейсы с помощью своих карт. И у нас есть готовое решение, несмотря на все бонусные начисления, несмотря на все ваши комиссионные, как компенсировать вам номинант, то есть, ту сумму, за которую вы купили. То есть, больше скажу, что минимум, что партнеры вернут свое тело, максимум они будут, учитывая то время, сколько компания проработала, они в стабильном режиме, потому что мы работаем дальше. Они получат, ну, с лихвой свою прибыль, что позволит им, в принципе, видеть лояльность той же компания, насколько компания серьезно относится и беспокоится о каждом партнере. Но при этом всем на этот момент я должен принять определенные жесткие решения. Во-первых, временно я должен, чтобы не идти дальше, не набирать ком этот, потому что вы сами понимаете, что мы говорим о деньгах. Я принял решение, чтобы полностью прекратить продажу кейсов. Абсолютно. То есть, на данный момент времени кейсы продаваться не будут в связи с этой ситуацией, потому что она должна быть полностью стабильна, чтобы компания стабильно дальше начала работать. Это первая вещь. Вторая вещь, также временно, так как мы понимаем, что в пятницу тот вебинар, который приведу, я вам дам уже четкие указания, четкие шаги, четкие контакты, куда надо обращаться, кому это должно быть очень сгруппировано, лидерами одновременно, вы должны быть полностью готовы, чтобы просто на тяжении двух-трех дней, чтобы все эти люди, которые были в компании, обратились так, как мы вам скажем схему работы, чтобы вы вернули свои средства. Это очень важно. Это прежде всего, что меня беспокоит. Также очень важная вещь, что вы знаете, что компания делает очень много разработок, много имеет, можно сказать, каким-то активом компании, много разных вещей, которые работают, которые готовы либо продать частично, либо все, прежде всего, чтобы не просто компания стабилизировалась, а чтобы идея компании, потому что вы сами знаете, вы видели меня, вы знаете не просто меня, мою семью, вы видели мою работу, мои перелеты, мои встречи, вы все со мной встречались, что я не был каким-то заоблачным человеком, с которым вы встречались лично, каждый из вас, мы с каждым говорили, и когда все действительно было прекрасно, даже на том же корпоративе в Риге вы видели, какая динамика идет развитие компаний на международном рынке. То есть, для меня это важно очень, чтобы сдвинуть эту идею вперед, потому что я всегда, создавая Эворд, имел определенное видение, идею, как Эворд должен развиваться дальше. И я вижу и знаю, что это действительно возможно. Поэтому также касательно и тех денег, которые компания, вы не можете вывести в этой ситуации, мы должны поступить таким же, таким именно образом и только таким. Поэтому в пятницу тоже будет более конкретный вебинар, который вам объяснит, каким образом это делать. Повторяю еще раз. Опять же, опираясь на эти идеи, на этот бизнес-модель и так дальше, со своей стороны я тоже веду определенные действия для того, чтобы компания дальше развивалась и чтобы ни один человек не был ни в коем случае как-то обижен. Поэтому еще раз хочу повторить, что я никуда не улетаю, что там говорят, что где-то в Мексике, либо в Китае, неизвестно где. Я дальше занимаюсь развитием компании, дальше все делаю для того, чтобы компания была стабилизирована, чтобы компания работала, компания развивалась. Я буду делать не просто эти, скажем, вещи какие-то там визуальные, я буду перед вами тоже отчитываться. И, скажем, первый мой отчет будет перед вами на каком этапе, как я сказал, это будет в пятницу в 19.00. Для меня очень важно, чтобы это была ясность, чтобы вы тоже видели меня, видели мою открытость, потому что только в этом, в диалоге, только в том, что мы с вами разговариваем, потому что мне уже там пишут, говорят, что кого-то там лидеры оставили, еще что-то там. Мы об этом пятницу больше поговорим. Но вы должны быть уверены в том, что это не просто какой-то мыльный пузырь, и все мы приходили на определенную идею, которую мы должны нести вперед. Поэтому здесь вы уже знаете определенные причины, которые повлияли на это все, часть этих причин. Наверняка после этого будет какая-то определенная уже там атака на меня и еще что-то там, но это меньше все, что меня интересует. То есть я это понимаю, осознаю, говоря все эти слова. Вторая вещь это то, что я вам повторяю еще раз, что в пятницу вам будет предоставлен конкретное решение, и это уже не будет длиться долго, это вы уже будете достаточно мобильно все эти вещи делать, чтобы вы нашли выход ситуации, мы вам нашли выход ситуации, мы вам нашли способ выплаты, но вы должны будете действовать под четкими нашими указаниями, четкими нашими планами, и от вас нужны будут конкретные действия. И собственно группа юристов, которые нас поддерживают, смогут вам, вы сможете, каждый из вас будет заключать с ними договор, на определенных условиях сможете получить их поддержку, чтобы быстро решить все эти вопросы. Это вторая вещь. Третья вещь, как я сказал, это то, что на данный момент, как я сказал, что я смотрю, каким образом лучше будет для компании, если это будет ее перепродажа, или это будет частичная, то есть посмотрим, как это лучше сделать, пока я не готов вам еще ответить на этот вопрос. Ну и тоже важная вещь, что я еще раз повторяю, что мы абсолютно прекращаем продажи, временные продажи кейсов, так как мы должны в этой ситуации стабилизировать, и чтобы не был человеческий фактор, чтобы не было человеческих переживаний, догадок и негатива, который существует. То есть, повторяю, я никуда не собираюсь улетать, я буду постоянно здесь на месте, я буду постоянно заниматься компанией, я беспокоюсь о том и знаю, как это сделать, чтобы все было хорошо, потому что сейчас я вижу, что возле меня есть уже костяк, который собирается определенный для того, чтобы выиграть не просто время, а выиграть все эти ситуации максимально, прежде всего для каждого партнера. Понимаю, что многие из вас имеют определенный негатив, который существует, который мне пишут, но я думаю, что в случае того, что уже столько было, скажем, прожито нами вместе, и что вы постоянно были лояльны к нам, что вы поддерживали нас, имели терпение и так дальше, я вас прошу тоже сейчас войти в эту ситуацию такого, какова она есть, и будем с этой ситуацией выходить вместе. В любом случае, я, опять же, максимально стараюсь общаться со всеми партнерами в меру того, как могу, но не всегда могу отвечать, потому что должны сами понимать, что я постоянно занимаюсь этими делами, которые я вам сказал раньше. Тоже, кроме этого, в пятницу я хочу тоже еще назвать некоторые моменты, которые я открыл внутри, чтобы вы это тоже увидели. Но для меня очень важно видеть, чтобы было четко, чтобы вы понимали, что делается в компании, что компания никуда, никто, ничего не пропадает, наоборот, просто этих были две недели, не скажу, что затишься, а просто определенная оперативная работа, чтобы я мог конкретно перед вами говорить. И я минимум два, либо три раза в неделю буду выходить на прямой эфир в Зреге для того, чтобы вам тоже доносить информацию, чтобы вы были просто в курсе, чтобы вы тоже могли это передать своим людям. Понятно, что бывает, что надо конкретно все объяснять. теперь касательно тоже там всех этих документов оборота и так дальше, все эти вещи, они абсолютно тем, которые там не спрашивали, не дошли, они все были высланы, либо высылаются. Тоже вы должны знать это и тоже об этом тоже не переживать. Опять же таки, то, что нужно будет определенные документы с нашей стороны, либо поддержка вам предоставит эта компания. В принципе, это самые важные вещи, которые я хотел сегодня вам сказать. Хотел сказать сегодня больше, но я понимаю, что еще не оперирую достаточно много всей информации, которой я буду оперировать в пятницу. Я не хотел бы просто сейчас говорить пустые слова и я хочу, чтобы вам еще раз донести, что слоган компании, который был постоянно сказан, мы не обещаем, мы просто делаем, он будет сдержан. Так же, как и я, хочу не просто вам пообещать, а держать ту репутацию Эверта, хорошую репутацию Эверта, которую мы вместе с вами сделали. Поэтому средства вы ваши обязательно вернете, повторяю еще раз, несмотря на ваши бонусные начисления, несмотря на ваши реферальные, либо премии, номинал покупки кейса каждый человек, купивший официально через карту, беспроблемно вернет. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу раз сказать, что возможно не пишу сейчас пост, постов много и так дальше в Фейсбуке. Это не означает, что я имею в виду какой-то там активный способ деятельности, потому что есть действия, которые необходимо просто делать, просто нести их вперед. И я думаю, что вы будете очень удивлены всей той информацией, которой вы узнаете в пятницу. Потому что, увы, тоже с моей стороны, я, наверное, через мою неопытность, наверное, или доверчивость, тоже многие вещи происходили. Я обязательно то все скажу. Я буду называть вещи своими именами. Я хочу, чтобы вы понимали, что я предельно искренний с вами, что я в той же ситуации, в которой находитесь вы. И я знаю и вижу выход с этой ситуации. И моя задача окончательно довести все, что было правильно, и чтобы компания не просто, скажем, выполнила свои обязательства, чтобы компания даже развивалась. Не просто даже, а действительно развивалась. Я думаю, что это действительно возможно, если мы будем делать все правильно, коллегиально. И если действительно даже будет сделка, продажа, я думаю, что только будет хорошо для компании. Либо там еще какой-то вариант. Вы будете это все знать. Но на данном этапе мы должны сделать эту небольшую паузу, паузу в продаж кейсов, пауза определенная, чтобы люди понимали, что творится, чтобы была определенная ясность, и я очень вас прошу к этому действительно отнестись с пониманием, потому что мы вместе действительно много прошли, проехали много стран, в многих странах мы развиваемся, развивались, и я уверен, что будем развиваться, если мы вместе правильно будем двигаться вперед. Ясно, что сейчас все переживают, но не стоит переживать на самом деле, потому что Ситуация Имеет выход И этот выход вам будет предоставлен Что самое главное для меня Дальше уже зависит от вас Насколько вы уже будете видеть Как дальше двигаться и так дальше Это все полностью уже вами Потому друзья, я вас очень прошу Повторяю еще раз, войти в ситуацию Набраться терпения Следить за этими вебинарами Максимально приглашать больше людей Чтоб они слышали Потому что в пятницу будет очень важная Поданная для вас, каждого из вас информация Каким образом, что нужно делать И все, что в этом направлении Зачем, почему не говорю сегодня Потому что с нашей стороны мы должны быть Полностью юридически подготовлены Чтобы все эти процедуры Прошли молниеносно, мгновенно И коллегиально с каждым из вас Во всех странах мира Потому что для меня Это очень важно, прежде всего Поэтому будьте уверены, что Ни один человек в компании World Network Не будет обманут Я буду дальше постоянно с вами на связи И не хочу даже просто Чтобы там за спиной говорилось И что-то думалось В сторону компании Либо меня Я здесь И я буду вести за собой Вас, как вел всегда Поэтому, друзья Я вам хочу пожелать Действительно Хорошей недели Чтоб вы немножко были спокойны И понимали, что В этой ситуации Выход уже найден Просто немного нужно подождать Нужно немножко Набираться терпения Быть готовым К коллаборальной К совместной работе Вместе с нами И делать И исполнять Четкие указания Которые я буду говорить Да Повторяя два Либо три раза в неделю Я буду выходить на связь Это будет Через вебинар Комнату Либо же в крайнем случае Это онлайн режим в Фейсбуке И тогда В принципе Вы, думаю Будете тоже Сознавать то Что компания Не имеет Никакого вакуума Общения Никакого вакуума Общения Прежде всего Не имею я С вами Потому что Мы Еем командой В любом случае И все эти ситуации Даже к лучшему Потому что Любая компания Которая имеет Определенные этапы Взлет И падения Имеет Определенные сложности И имеет Большие успехи И в этой ситуации Проходит определенная чистка И в этой ситуации Тоже мы становимся Одним целым Получая И начинаем Эти хребет Да И этот хребет Я чувствую Что имеем Ясно Что Хотелось бы Что возможно Но по другому Все было Но ничего страшного Поэтому друзья Я вас благодарю За внимание Спасибо вам Что вы Находите еще Время и терпение Чтобы с нами говорить Я понимаю Что Некоторые Уже имеют Тут Определенные ожидания Но Вы должны понять Что компания Прежде всего Беспокоится Никто никуда Не прячется Никто ничего Там не выдумает То есть Да Потому что Там Слышал Разные варианты Но Абсолютно Это Абсолютная Полная ложь Я здесь Я с вами Готов с вами Говорить Решать эти вопросы Чтобы действительно Максимально быстро Выйти с этой ситуации При этом Иметь Минимальные потери Окей Поэтому друзья Жду вас я в пятницу В 19.00 В той же Вебинар комнате И уверяю вас Что это только начало Всего вам хорошего Всего доброго И до связи Всем пока Продолжение следует